Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня проанализируем график Cardano или ADA. Текущая цена 37,8 центов. Почему Cardano? Потому что мы начали потихонечку с биткоина, потом мы обсуждали Ethereum, Tether и USDC мы пропустили, потому что они привязаны к доллару, графики нам не интересны. Затем мы анализировали Binance Coin, вчера мы анализировали XRP, пропускаем Binance USD и сегодня следующую по величине криптовалюту анализируем, в нашем случае это Cardano или ADA. Итак, еще один раз, текущая цена 37,8 центов. В известной степени хорошо знакомый нам график, сильный рост, который начался в конце 2020 года, ускорился в 2021 году, и потом в августе и сентябре 2021 года нарисовалась вот эта вершина, затем началось снижение. Что у нас происходило во время этого снижения? Здесь были в основном медвежьи свечи, у которых упускались как и максимумы, так и минимумы, это подтверждало нисходящее движение на местном таймфрейме. Да, здесь практически в начале прошлого года была маленькая стабилизация, бычья свеча, но она не перещагнула предыдущий максимум, тоже минимум был на уровне предыдущего, затем мощное медвежье поглощение и возобновление движения вниз. То есть, снова такие медвежьи свечи, у которых упускались максимумы и минимумы. Что у нас есть сейчас? Сейчас у нас мощная бычья свеча, которая простым глазом видно, что поглощает тело предыдущей свечи, максимум значительно выше предыдущего. То есть, идет попытка совершения хорошего бычьего поглощения. Почему я говорю попытка? Потому что сегодня 27 число, до конца месяца есть еще время, эта свеча может поменяться, да, есть там 3-4-5 дней, все может произойти, поэтому не торопимся. И я говорю, что если нарисуется это хорошее бычье поглощение, это, скорее всего, покажет нам, что здесь есть вероятность к тому, чтобы сформировалась впадина на месячном таймфрейме после вот этого такого сильного и долгого снижения. То есть, если здесь нарисуется хорошее бычье поглощение, скорее всего, увеличится вероятность того, что здесь формируется впадина на месячном таймфрейме. Переходим на weekly, недельный таймфрейм. Итак, недельный таймфрейм, зигзаг вниз, шоу, то есть, мы даже здесь когда-то рассматривали этот нисходящий канал, затем выход вверх, который не смог перешагнуть предыдущую вершину, мы это видели на нерейном графике, то есть, она осталась, грубо говоря, на уровне предыдущей вершины, возобновилось движение вниз, и практически, что у нас сейчас есть, снова есть там 2-3-4 свечи, которые практически являются бычьими, имеют повышающиеся минимумы и максимумы, но на недельном таймфрейме я не могу сказать, что здесь есть прям некий яркий, такой хороший сигнал, но это хорошая комбинация вот этих свечей, бычьих, которая говорит о том, что появилась поддержка. Конечно, это в пределах всех вот этих предыдущих движений, точнее, даже может быть вот эта вершина, которая сформировалась в 2018 году. Итак, это на недельном таймфрейме. Дневной таймфрейм. Три скользящие средние. Первая 30-дневная или месячная. Может быть, она перестала двигаться вниз, или вот это нисходящее движение замедлилось, колеблется цена вблизи этой скользящей средней. На данный момент на фоне текущего отскока цена находится выше этой скользящей средней. 90-дневная или трехмесячная, или квартальная падала. Может быть, продолжает падать, но угол уменьшился, как и у синей скользящей средней. То есть, темпы снижения, давайте так скажем, темпы снижения цены замедляются, согласно скользящим средним. Также я хочу отметить, что здесь идет попытка пересечения скользящих средней, то есть, быстро пытается перешагнуть вот эту более умедленно. Но если это произойдет, то это, согласно техническому анализу, будет говорить о том, что, скорее всего, увеличивается вероятность формирования дна или остановки вот этого падения. И годовая скользящая средняя, зеленая линия, которая когда-то повышалась, затем начала снижаться, да, цена здесь упала ниже этой скользящей средней. Мы это все видели, обсуждали и так далее. На данный момент цена находится значительно ниже этой скользящей средней, то есть, подтверждается тот факт, что все-таки продолжается вот это доминирование медведей в такой тяжелой перспективе. Но, безусловно, да, зеленая скользящая средняя также действует в качестве магнита и, может быть, при отскоке цена потихонечку будет подтягиваться к этой скользящей средней. То есть, чисто теоретически, если останемся выше вот этих двух скользящих средней, потихонечку будем подтягиваться к зеленой скользящей средней. То есть, вероятность продолжения отскока и здесь формирование некого локального дна и на коротком таймфрейме появляется. На четырехчасовом таймфрейме что у нас когда-то было? Был вот этот треугольник, канал в конце треугольника. То есть, цена не смогла выйти из треугольника. Вот мы видели, что здесь при отскоке мы не смогли перешагнуть вот эту предыдущую вершину, то, что я упомянул на недельном таймфрейме. Соответственно, последняя вершина в этом канале сработала в качестве сопротивления, движение вниз. И сейчас практически цена, видно, что находится значительно ниже этих уровней. Находится в нисходящем движении. И что самое интересное, я сейчас нарисую вот этот нисходящий канал, который практически может быть ломается потихонечку. То есть, стоит за ним следить, потому что, может быть, на часовом таймфрейме этот канал, который стоит нарисовать по падающим вершинам и падающим впадинам, может быть, начинает ломаться. Если он сломается, то это будет первый такой маленький сигнал на четырехчасовом таймфрейме, что есть вероятность того, чтобы начала меняться вот эта глобальная конъюнктура графика. То есть, может быть, это будет первоначальным сигналом, свидетельствующим о том, что замедляется уже значительно вот это нисходящее движение и будет идти попытка к формированию дна на более тяжелых таймфреймах. Если цена сможет спокойненько так хорошо выйти из этого канала. Да, она на первый взгляд уже вышла, но мне бы хотелось бы увидеть, чтобы нарисовалась вершина выше предыдущей. На данный момент все-таки вершины упускаются, то есть, каждая ниже предыдущей. Даже если здесь, допустим, сформируется вершина, она останется выше ниже предыдущей, то есть, вот эта останется выше. Вот если нарисуется вершина выше этой, вот тогда уже это будет маленький такой позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что есть хорошая поддержка на этих уровнях и идет попытка к формированию дна. На самом деле у меня на этом все. Мы продолжим обсуждать криптовалюты в ближайшие дни, однако хочу отметить, что на следующей неделе, в среду, если я не ошибаюсь, Payd Reserve публикует свое решение по денежно-кредитной политике, то есть на следующей неделе, может быть во вторник или в среду, до публикации этого решения, я поделюсь своим взглядом, прокомментирую, что может произойти, как это может в целом повлиять на рынок в более такой долгосрочной и, конечно, среднесрочной перспективе. Так что впереди достаточно интересное событие, в частности на следующей неделе, как я отметил, заседание Payd Reserve. Будьте очень внимательными. У меня на самом деле на этом все. Желаю вам, конечно, хорошего дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. Спасибо за просмотры. Субтитры сделал DimaTorzok